Добрый день, уважаемые телезрители. Мы продолжаем эфиры Прима Медиа Лайф. Сегодня у нас в гостях депутат Думы города Владивостока Евгений Рылов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Юра. Спасибо большое, что пришли к нам к гостям. Предлагаю начать наш разговор с вашей работой. Вы являетесь членом комитета по экономической политике и собственности Думы Владивостока. Расскажите о работе комитета в основных направлениях. Я являюсь заместителем председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности. Самое главное, что бы я хотел сказать, это наш комитет занимается пополнением бюджета города. Поэтому называется комитет по экономической политике. Способы пополнения бюджета у нас определены. То есть, первое, это приватизация муниципальной собственности и аренда. Я хочу сказать, что в этом году мы очень продуктивно работаем. Что касается реализации земельных участков под строительство, буквально 2 миллиона рублей нам осталось восполнить, чтобы выйти на плановый показатель. Достаточно активно наши горожане в этом принимают участие под строительство. Покупают землю. Целевое назначение различное. Желающих очень много. Агентство по продаже муниципальной собственности работает в полной мере. Та же ситуация и по поводу реализации и заключения договоров аренды на конкурсной основе касается муниципальной собственности. То есть, я хочу сказать, что мы работаем очень продуктивно. Мы на последнем заседании комитета приняли поправки в план приватизации на 13-й год и приняли на 14-й год. Очень много выставляется помещений, которые были нереализованы ранее. И те помещения, на которые вновь были оформлены документы. Реализация ее будет способствовать пополнению бюджета городского, что в свою очередь влечет, что мы свои расходные обязательства будем выполнять в полной мере. Скажите, какие сложности обычно возникают в процессе приватизации муниципального муниципального? В принципе, сложностей никаких. Просто большинство помещений в запущенном состоянии. И стоимость от этого и исходит. То есть, многие горожане боятся покупать такое имущество, потому что оно требует больших средств, чтобы его привести в надлежащий вид и уже использовать. Но есть механизм, при котором стоимость первоначально понижается и помещения уходят по вполне рыночной цене. Поэтому просто все идет по мере поступления. То есть, регистрируются права, делается оценка, объявляется задание, объявляется конкурс, подаются заявки. Ну, это такой достаточно длительный процесс, небыстрый. Но он, в принципе, идет исправно. Я вот хочу сказать, вот к середине года мы уже почти выполнили норму. А у нас впереди еще достаточно много объектов на приватизацию. Поэтому сложности я не вижу абсолютно. И в связи с тем, что будет в гражданский оборот введено имущество военное, которое мы в начале года принимали. Сейчас в права уже вступит городская администрация полноправно. Этот процесс еще не закончен. Я думаю, в следующем году, наверное, полностью уже это все будет реализовано. И я думаю, что это добавит нам работы и будет способствовать дополнительному наполнению бюджета. Способами управления вновь принятому имуществу достаточно. Это и организация новых мопов, которые будут напрямую зарабатывать деньги для бюджета. Это и сдача в аренду, это и реализация. То есть это очередной стимул для развития предпринимательства в городе. И я думаю, что это очень большой плюс. Это было такое, ну, знаковое решение принято. Давайте поговорим немножко о таком патриотичной теме. Вот в последнее время, согласно статистике, говорят, что многие люди уезжают из Дальнего Востока, из Приморского края. Вот как вы считаете, почему человек, который живет в Приморье, должен здесь жить и работать? Вот вы, в частности, да, например, с нами. Почему вы любите Приморский праздник? Что вы его любите, за что оцените? Ну, я думаю, каждый коренной житель все-таки ощущает здесь поддержку и помощь родных стен, своих родных и близких. Но в поисках лучшей жизни, конечно, это нормальная ситуация, когда люди мигрируют, не сидят на одном месте. У меня, может быть, тоже возникало такое желание, когда я учился в Москве, да, в Академии. И я, увидев другую немного жизни в столице, конечно, я, может быть, тоже мечтал. Но я прекрасно понимаю, что, конечно, нас там особо никто не ждет. И на 100% реализовать себя хотя бы нужно у себя дома. А гнаться за лучшей жизнью в другой регион, конечно, этого права никто не отнимал, но я считаю, что это неверно. Я считаю, вот набраться опыта, знаний можно, а именно реализовывать их и себя реализовывать нужно у себя дома. Потому что если этого не делать, то никто это за нас не сделает. Ну, тем более, в последнее время говорят, что в Владивостоке большие перспективы, именно стать столицей России, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот как вы оцениваете эти перспективы? Ну, мы все прекрасно видим, какое внимание уделяет государство. И не зря оно обратило внимание именно на восточные рубежи нашей Родины. Вот так как это было там более 150 лет назад. Но одно из главных, наверное, аргументов, то есть если этого не сделать, то мы можем потерять. Так как это было 150 лет назад, то есть если бы мы не стали заселять восточную часть своей России, мы бы потеряли ее. Вот здесь поджимали у нас наши азиатские соседи. Я считаю, что и в этом случае можно так же сказать. И это очень правильно, стратегически. Все-таки мы являемся воротами страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И те средства, которые вкладываются в наш регион, они, может быть, не дадут сейчас эффекта немедленного. Но в краткосрочной перспективе это будет очень заметно. Постепенно все-таки блага люди ощущают. Конечно, находятся этому и критики, но я думаю, что никто равнодушным точно не остается. Недавно завершилась универсиада в Казани. Приморский край хорошо себя показал. Как Вы считаете, насколько спорт может играть важную роль в формировании привлекательности региона? Это можно увидеть в государственной программе по развитию спорта в Приморском крае. Федеральные средства немаленькие выделяются. Я все-таки надеюсь, что на осенние сессии мы будем утверждать поступление с федерального бюджета порядка 2 миллиардов рублей на развитие спорта в городе Владивостоке. А именно это строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. То есть это примерно по одному в каждом районе города. И моя инициатива и моих коллег-спортсменов – это сделать их целевыми. То есть не одинаковыми по подобию. А, например, сделать один фок для восточных единоборств, ну или вообще для единоборств в целом. Другой сделать только для легкой атлетики. И третий – это будет несколько бассейнов, хоккейная площадка следующая. Ну то есть чтобы они были именно целевыми. И наша идея, которую вы, наверное, помните, вместе с Примомедией мы ее очень долго обсуждали. И проводили различные мероприятия именно по строительству Дворца спорта единоборств. Я думаю, вот в этом плане мы сможем реализовать. То есть это очень серьезная поддержка. Именно федерального центра. Потому что здоровье нации – это все-таки один из важнейших факторов. Если люди не будут здоровыми, некому будет жить и работать здесь. Поэтому все-таки наш край до недавнего времени не был особо спортивным. Если не брать во внимание футбольный клуб «Луч» или последние несколько лет успешно выступающий баскетбольный клуб «Спартак Приморья», то сейчас развитие массового спорта – это очень серьезный шаг. Физкультурно-оздоровительные комплексы – это один из этих шагов. Также вы видите, какие были приняты меры для развития хоккея. То есть государственная компания сделала такой достаточно серьезный подарок в виде спортивно-развлекательного культурного центра «Фетисов холл». И организация команды «Профессиональный адмирал». То есть это все шаги и этапы вот этого намеченного курса. Именно развитие спорта в Приморском крае, здоровление нации, привлечение большего числа жителей. Помимо того, что это зрелищный спорт, то есть люди будут объединяться вокруг этой идеи. Они будут болеть, ходить на домашние матчи, а может быть и на выездные. Это влечет с собой и интерес к хоккею молодого поколения. То есть вы знаете, что достраивается спортивный комплекс «Снеговой паде», где тоже будет хоккейная площадка. Я думаю, что по мере ее сдачи будет организована спортивная школа, которая будет уже обучать подрастающее поколение хоккею. Поэтому я думаю, что ключевые такие моменты, они происходят именно сейчас. Это не планы и не разговоры. Это мы видим непосредственно воочию. Вот не так давно президент Владимир Путин говорил о важности развивать именно студенческий спорт. Как вы считаете, у нас насколько это сейчас развито и как нужно развивать студенческий спорт? Да, проходило заседание в Москве Ассоциации студенческого спорта. И я думаю, что это тоже серьезный шаг. У нас на самом деле есть такой провал. То есть когда молодые люди во время учебы школы занимаются активно спортом. Я беру пример нашу федерацию КУДО. Они занимаются спортом, добиваются серьезных результатов. Но потом им приходит время заниматься высшим учебным заведением. И спорт именно в вузах не настолько развит, как, например, за границей. Да, это и студенческие лиги, это различные мероприятия, которые подразумевают именно при наличии такой ассоциации студенческого спорта. Свидетелем которой был Владимир Владимирович Путин. И развитие студенческого спорта, оно будет способствовать именно поддержке спортсменов, которые хотят себя посвятить полностью спорту. Конечно, кто-то ставит профессиональный спорт и получит профессию инженера, менеджера или врача. А люди, которые этому полностью самоотвержены, из них потом вырастут олимпийские чемпионы. Потому что, ну, вы знаете, что примерный возраст это от 20 до 35 лет. Это именно вот этот студенческий возраст. И восполнить его просто необходимо было. Поэтому и это родилось движение Ассоциация студенческого спорта. Давайте представим, что Приморский край все-таки это азиатская часть России, а в Азии массовый спорт очень развит. Люди там активно выходят, занимаются зарядкой и все такое. Как вы считаете, нам привить это реально, допустим, с появлением большого количества строительных комплексов, о которых сейчас шла речь, возможно, это такое, что намного больше людей будет заниматься спортом. Потому что вот не так давно, да, например, я изучала исследования, Яндекс проводил по запросам приморцев, какие виды спорта они предпочитают. И вот оказалось, что все виды спорта, которые были представлены в исследовании, приморцы запрашивают реже, чем в среднем по России. Ну, я еще раз повторюсь, наш регион особо спортивным, наверное, никогда и не был. Брать те же советские времена, наши команды были представлены по спидвею, там, футбол, борцы, самбо. Командные виды спорта не были представлены. И сейчас вот в связи с появлением хоккейной команды и с успехом клуба «Спартак Приморья» можно отметить, что люди объединяются вокруг этого и приобщаются больше. И это все-таки своего рода влечет интерес обычных граждан, которые не хотят профессионально заниматься, а просто вести спортивный образ жизни. Вы знаете, что программа «Спортивный Владивосток» работает. И помимо того, что восстанавливаются пришкольные стадионы, строятся в спальных районах спортивные площадки. Это и хоккейные коробки, и другие спортивные площадки. И когда есть возможность заняться спортом, у человека уже есть выбор. То есть ему нет необходимости идти и платить деньги. У него есть возможность выйти во двор и заняться спортом во дворе. И эта программа, она именно дает человеку возможность все-таки отвлечься от повседневной жизни, от бытовой, и посвятить своему здоровью не в профессиональном плане, а именно в любительском. Поэтому я считаю, что со временем все-таки мы станем спортивным городом. И для этого все делается, и у нас уже есть для этого все абсолютно. Поэтому я думаю, что мы не будем отстающим в этом плане. А вы лично каким спортом занимаетесь? Ну, как я говорил, это КУДО, восточное единоборство и хоккей. Я до недавнего времени играл в команде международного аэропорта Владивосток. Я вратарь, достаточно ответственное амплуа на хоккейном поле. Когда ты ощущаешь себя половиной команды, это несет все-таки груз ответственности. И проигрыш ты, наверное, переживаешь сильнее всех. А победа, конечно, это победа абсолютно всех. И командные виды спорта, они развивают достаточно такие навыки в жизни очень серьезные. То есть чувство локтя, и взаимопонимание, и общение в коллективе. Поэтому, еще раз повторюсь, развитие хоккея в Приморском крае – это очень знаковое событие. И оно, как магнит, просто будет притягивать дополнительные ресурсы, и людей объединит. И все-таки будет развивать спорт не только профессионально, его качество, но и в любительском. Вот, скажите, пожалуйста, хоккей, да, все это хорошо. Ну вот, допустим, для просто вот школьников, да, которые, детей маленьких, да, вот для них какое значение играет спорт? Именно вот в воспитании молодежи. То есть я веду, многие, да, допустим, говорят, допустим, люди в возрасте, да, что спорт – это хорошая альтернатива без денег, еще сейчас компьютерные игры и все это. Вот если в этом плане рассуждать. Ну, безусловно. Вообще, я считаю, что спортом молодые люди должны, ну, регулярно заниматься. И я, например, так воспитываю своего ребенка. Может быть, он иногда и сопротивляется, ему лень там, или он не хочет, но я его к этому приобщаю. Все-таки спорт, он развивает очень серьезные качества. Боевые единоборства, они делают из мальчиков мужчин, то есть они учат постоять за себя, за своих близких, за своих родных. Вот командные виды спорта, я уже говорил, это развивает чувство коллектива, чувство локтя. Поэтому вот этот период жизни нужно однозначно, чтобы ребенок посвящал больше спорту. А возможность посвятить там компьютеру, я думаю, найдется всегда. Вот, а приобщить к спорту, наверное, немного все-таки сложнее. Вот. Сейчас самое главное, что есть для этого все необходимое. Вот, поэтому спорт в жизни каждого человека играет серьезную роль. И это, в первую очередь, его здоровье. Вот, если человек не будет болеть, будет себя хорошо чувствовать, у него, во-первых, и позитивное настроение, и чувство радости, чувство удовлетворения. То есть он и работает с большей отдачей. Вот, поэтому спорт в жизни каждого человека имеет очень важное значение. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили заняться политикой? Почему пришли в Думу? Ну, я скажу, что, конечно, выбор этот был, ну, непростой. И, наверное, в какой-то мере я хотел себе какие-то комплексы побороть, да. Для этого я и начал заниматься самовоспитанием. Вот. Я пошел учиться в Академию по специальности политико-административного управления. Я был активным членом партии с 2007 года. Я прошел, можно сказать, все ступени, этапы. Да, я и работал, и в региональном исполкоме, я был и заместителем секретаря. Сейчас я вот с ноября месяца секретарь первомайского отделения партии «Единая Россия». Конечно, это непросто. И я понимал, что это влечет за собой публичность, это ответственность очень, в первую очередь, большая. Но все-таки, занимаясь политикой, я могу свои знания, умения и опыт применить для решения проблем не только своих, там, из своего коллектива, но и большего количества людей. Вот сейчас я представляю Десятый округ. Это район Змеинки, Акатовой. Это самый проблемный, можно сказать, район в городе. И убедить людей, что я смогу отстоять их интересы, реализовать планы, которые мы наметили, было достаточно тяжело. Ну, предвыборная кампания была достаточно серьезной, и соперники все были достойные, абсолютно. То есть мы примерно все одного возраста, молодые люди, бизнесмены, управленцы. Но я смог объяснить людям, люди мне поверили, и сейчас это накладывает на меня очень серьезную ответственность. Потому что с таким депрессивным настроем у людей достаточно сложно общаться и работать. Но я скажу, что у нас очень большое количество положительных решений по обращениям граждан. У меня достаточно серьезный коллектив помощников, которые этим занимаются. Я сам непосредственно принимаю участие. У меня, можно сказать, двойная нагрузка. Я помимо того, что депутат, я еще и секретарь отделения партии «Единая Россия». И поэтому я вам скажу, что эта ответственность ощущается. И я теперь понимаю, что такое действительно заниматься политикой. Но скажу одно, что с приходом в Думу у меня, конечно, иллюзии многие пропали. Все-таки, когда ты в первый раз баллотируешься, ты еще не понимаешь, действительно, на что ты идешь. И обещания людям давать намного легче, чем их выполнять. И я с этим столкнулся. Хочется сделать все и сразу. И хочется помочь каждому человеку. И когда это не получается сделать прямо сейчас, прямо на самом деле, это тебя огорчает, и ты расстраиваешься. Взять простой пример. Есть микрорайон вязывая. Есть лестница, которая разрушенная. Дома. Достаточно такой старый фонд. То есть там в основном живут пожилые люди. И эта лестница им необходима как воздух. Но она уже в непригодном состоянии. По ней опасно спускаться. Но срок реализации проекта, чтобы ее полностью отремонтировать, он достаточно длинный. Это нужно внести как минимум ремонт этой лестницы в наказы избирателей. Нужно утвердить, нужно заложить бюджет, нужно разыграть тендер, нужно выполнить и сдать. То есть это очень большой срок. И порой, когда люди к тебе приходят за помощью, у меня таких случаев было очень много. Ты просто достаешь деньги из кармана и помогаешь им прямо сейчас. Потому что ты понимаешь, что человеку больше не к кому обратиться. И как правило, так оно и есть. Люди сами бегают по этому кругу, по бюрократическому. И в конце, когда у них не получается, они приходят уже как последняя надежда. Товарищ депутат, помогите нам. И конечно, подключаешься полностью, упомяешься в эту работу, забывая где-то о более обширных проектах. И помогаешь человеку. Я хочу сказать, что у депутатов очень незавидная роль. Депутат – это первый среди равных. Это такой же житель, которого наделили полномочиями его друзья, соседи, жильцы этого микрорайона представлять их интересы в Думе. Поэтому у депутата мало возможностей повлиять на что-то кардинально. Он может этому только способствовать. То есть он может находиться в хорошем диалоге с исполнительной властью. И как он будет строить этот диалог, от этого и будет результат его работы на округе. Но я считаю себя достаточно коммуникабельным человеком, который может найти общий язык с любым и с каждым. Поэтому я все-таки считаю, что у меня получается. И я темпы, конечно, сбрасывать не намерен. И тому подтверждению должно послужить то, что будет происходить и происходит на округе, на моем. Как вы считаете, как можно стесить бюрократические издержки, о которых говорилось? Ну, для этого сейчас достаточно много делается. Это и электронное правительство, вы знаете, практически сейчас во всех государственных, муниципальных предприятиях находятся эти терминалы. Это и оказание услуг через посредством интернет. Ну, я вам скажу, что сейчас работа чиновника, она очень незавидна. Потому что очень много способов его призвать к ответственности. Вот. Поэтому, например, я очень тесно общаюсь с чиновниками, да, с администрацией города Владивостока. И у них в первую очередь стоит именно реагирование на жалобы жителей. Вот. И они порой большую часть времени даже тратят на то, чтобы урегулировать какой-то конфликт или решить какие-то персональные проблемы жителя. Вот. Когда их обязана все-таки забота обо всем городе. Вот. И я просто понимаю, что система совершенствуется. Чиновничий аппарат не увеличивается, а только сокращается. Это говорит о том, что можно справляться и меньшими силами. Вот. И эффективнее это становится. Конечно, есть ограничения в связи с принятием 131-го федерального закона о местном самоуправлении, но я скажу, что в какой-то мере это может быть и плюс, когда полномочия все-таки разграничены, да. Вот. И я скажу, что то, что мы видим сейчас в городе, это все-таки работа чиновничьего аппарата, как бы его кто не критиковал. Вот. Поэтому избежать, я думаю, полностью в бюрократии невозможно. А сокращение сроков – это возможно, и оно сейчас постепенно к этому и идет. То есть сроки ответа на заявление, то есть переписка между ведомствами сокращается. Вот. Электронный документооборот, то есть сейчас, ну, система единого окна. То есть все это способствует тому, что бюрократизм сойдет, ну, в ту минимальную колею, которая, ну, от нее уже никуда не деться. Но результаты все-таки постепенные, я сам вижу. Вот. Председатель Думы Владивостока, Елена Новицкая, недавно, да, была названа в конкурсе «Женщина года», была названа «Политиком года». Вот как вы можете оценить роль женщины в политике? У меня очень уважительное отношение к Елене Валерьевне. Мы с ней в полицовете уже много лет, Первомайского района. Я ее оцениваю как грамотного управленца. Помимо того, что ее заслуги как главного врача в роддоме, она еще и управленец очень продуктивный. Я вам скажу, что она роддом, где она была главным врачом, я там очень часто бываю на торжественной выписке. Мне очень нравится посещать этот роддом. Там моя супруга рожала. Он один из образцовых. И я считаю, что то, что ей доверили быть председателем нашей Думы, это дань ее заслугам именно на прежней работе. И как председатель Думы, она с женским чутьем, заботой, можно сказать, даже материнской, она все-таки нас объединяет. У нас разношерстная Дума и по возрасту, и по партийной принадлежности. И она равнодушна никому никогда не остается. И мне очень комфортно с ней работать. Мы вместе ездили в Хабаровск, в командировку, работали на конференции АСДГ. И на заседаниях комитетов мы с ней конструктивно очень работаем. Поэтому все-таки женщина может быть не такая резкая, она помягче, но она именно сглаживает вот эти острые углы в работе. И я думаю, у нее очень хорошо получается, профессионально. А как вы считаете, 5 лет для депутата это много или мало? Я думаю, это достаточно. Для того, чтобы реализовать свои обещания, для того, чтобы люди увидели изменения, 5 лет это достаточно срок. И за 5 лет можно реализовать очень много. Даже если брать во внимание, что ежегодно примерно, даже по средним показателям депутат может внести в программу наказов избирателей вопросов по решению благоустройства, освещения, придомовых территорий. В среднем от 3 до 5 миллионов, это средняя цифра, то за 5 лет можно на своем округе сделать достаточно много. При том, что есть городские программы, где планомерно выполняются работы по транспорту, по освещению, по комплексному, по благоустройству. А через вот эти наказы избирателей человек точечно, может локально, очаг существует, нет возможности в программу какую-то, или он просто по категориям, по каким-то не подходит. Ты его закладываешь в наказы избирателей, мы его в Думе принимаем, на него закладываются деньги, и он делается. Поэтому 5 лет, я считаю, что проявить себя и доказать людям, что ты действительно способен, я думаю, что это достаточно срока. А вот вы можете поделиться дальнейшими своими планами политической работой? Ну, во-первых, пока я еще год не прошел, даже говорить о каких-то конкретных планах я не могу. Конечно, хочется себя реализовывать все больше и больше и прогрессировать. Но я думаю, что все-таки люди должны оценить работу на этом участке. И они должны это увидеть. И если люди доверят представлять, например, район, то, конечно, это будет очень серьезно, и это будет еще большая ответственность. Конечно, каждый, наверное, депутат Думы, городской, хочет стать депутатом законодательного собрания. Это так же, как каждый солдат мечтает стать генералом. Но это влечет за собой серьезную нагрузку. И поэтому сейчас об этом рассуждать, я думаю, преждевременно. Но доказать и убедить людей я все-таки намереваюсь. И поэтому, если я буду достоин этого, то я приложу все усилия. Но на сегодняшний день я хочу себя реализовать именно в этом плане. Если будут предложения более масштабные, конечно, я не буду отказываться и приложу для этого все усилия. И я, может быть, к этому даже и стремлюсь. Но мечтать – это одно, а поступки и дела – это совсем другое. Надо, как говорит один мой хороший знакомый, если ты хочешь на что-то претендовать, надо соответствовать. То есть я хочу соответствовать всем критериям, которые необходимы для того, чтобы доверить более масштабную мне работу. Расскажите, пожалуйста, о работе на округе, с какими проблемами обращается население, как эти проблемы решаются? В основном, конечно, это проблемы, касающиеся услуг ЖКХ. К сожалению, наследство досталось нам очень такое непростое. Все-таки климат наш в Адео-Астутске суровый, муссонный, он разрушает наше жилье, наверное, в несколько раз быстрее, чем в средней полосе. Это и многолетние, простые, когда не делались просто ремонты, не косметические, не тем более капитальные. Поэтому, конечно, сейчас мы у той черты, когда нужно кардинально менять систему услуг ЖКХ. Вот вы знаете, был принят закон о капитальном ремонте. Правда, в первом чтении, но я думаю, он будет принят все-таки окончательно. И, конечно, жители в первую очередь обращаются с этими проблемами. Вопросы с дорогами более-менее оперативно решаются. Сейчас в этом нет проблем. И средств достаточно выделяется, и технологии позволяют. И помимо того, что центральные трассы асфальтируются, делаются и внутриквартальные дороги. На моем округе это происходит постоянно. Что касается освещения, тоже постепенно электрифицируются районы. Самые темные, где после 10 часов вечера было страшно ходить, сейчас там есть освещение. Я скажу, что жители понемногу начинают понимать, что нужно сделать самостоятельно, как-то управление своим домом. А то, где все-таки ответственность администрации города или края. И тогда они обращаются к нам. И я скажу, что ни одного отказа или отрицательного решения принято не было. Как правило, это частные случаи. Если это коллективное обращение, то мы помогаем людям вступить в программу капитального ремонта жилья. Но основное, это, конечно, все-таки жилищно-коммунальная сфера. Ну и еще один немаловажный вопрос – это строительство придомовых спортивных площадок. Я на этом делаю упор, потому что мне это намного ближе. И я хочу сказать, что мы еще больше подаем заявок на благоустройство, на строительство. И эти все заявки включаются в эту программу. Поэтому я думаю, что показателем работы, наверное, моей будет это очень низкое обращение граждан. То есть когда граждане будут удовлетворены тем, что у них происходит на округе, наверное, как следствие, будет и меньше обращений. Поэтому я думаю, что какого бы характера обращения не были ко мне, они все решаются. Нерешаемых вопросов нет. Вот раз уже зашла тема ЖКХ, не так давно президент подписал перечень поручений по итогам госсовета, который был посвящен модернизации сферы ЖКХ. И вот на том же госсовете Владимир Путин отмечал, что необходимо привлекать частные инвестиции в эту отрасль, потому что только за счет бюджетного финансирования модернизировать ее не получится и вывести из кризиса. Вот как вы считаете, насколько перспективно привлечение инвесторов в ЖКХ? Вообще вопрос о государственном частном партнерстве он поднимается давно. И я думаю, что привлечение частных инвестиций будет только способствовать. Вы прекрасно понимаете, что управляет нашими домами, управляющие компании – это частные инвестиции. Единственный вопрос только регулирования взаимоотношений управляющих компаний с жителями нужно отточить. Но, конечно, государство бы в полном объеме не смогло полностью принять на себя такую ответственность и реализовывать обязательства. А с привлечением частных инвестиций здесь уже начинается и конкурентная борьба, и все-таки развитие более динамичное. Поэтому частные инвестиции, я думаю, все-таки необходимы для более полного развития. Я понимаю, к чему вы клоните. То есть, как повлияет акционирование государственных предприятий. Я считаю, что это положительно скажется. Все-таки, когда нет цели извлечения прибыли, то нет и продуктивной работы. А частные инвестиции, они же будут неблаготворительными. Все-таки с извлечением прибыли. Поэтому, я думаю, это будет только способствовать развитию. В частности, и жилищно-коммунального хозяйства. И вот напоследок такой вопрос. Что вы можете посоветовать тем, кто хочет стать депутатом? Вопрос, конечно, непростой. Я думаю, что нужно работать, во-первых, над собой. В первую очередь. И все-таки нужно сначала в своем коллективе, в своем окружении заручиться уважением, поддержкой, доверием. Потому что, если ближний круг вам доверять не будет, то горожане, которых вы хотите представлять в Думе, тоже вам не поверят. И не нужно быть яркой личностью, на самом деле. И не нужно быть известным. Нужно быть, в принципе, только честным, добросовестным и трудолюбивым. Потому что депутат – это все-таки общественная нагрузка. Это не должность, это не место. Это действительно нагрузка общественная, которую ты принялся добровольно нести. И поэтому одного хотения, наверное, все-таки недостаточно. Нужно над собой работать. И уметь общаться с людьми, наводить мосты и в чем-то себя уже, наверное, показать. Вот. Хотя бы на своей основной работе. Вот. Поэтому я будущим депутатам желаю, чтобы они оправдывали не только свои надежды, но и надежды людей, которые их окружают. Спасибо большое. Дорогие друзья, вас мы тоже благодарим. Благодарим вас за внимание. И до новых встреч в эфире. Спасибо.